Всем привет, с вами снова Эхолар и в сегодняшнем ролике мы с вами посмотрим новое обновление в Чикенгане, но не в самом настоящем Чикенгане, а именно в приватке от Фрузера, а именно вышло обновление 006. Ну и конечно же прямо сейчас мы с вами прообзорим, что это за обновление, что туда добавили, какие может быть новые оружия или предметы появились. Ну а перед началом, конечно же, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и прожать на колокольчик. А также не забывай переходить в мой телеграм-канал, он есть по ссылке в описании, там выходят сливы обновления настоящего Чикенгана и не только, а также там проводятся сходки и розыгрыши с подписчиками. Поэтому по ссылке в описании обязательно вступай, ну а мы начинаем. Ну что ж, вот мы уже находимся в этой главной менюшке приватного сервера в Чикенгане от Фрузера, но самое интересное я уже немножко посмотрел и нам нужно зайти в офлайн, потому что здесь больше всего нового контента, а это конкретно новые две карты. Даже, наверное, три, ой нет, даже четыре карты тут новые добавили в этом обновлении. Ну и давайте начнем с первой, это карта Шоп. Я на нее уже заходил, уже немножко поиграл и лично я не понимаю, как сейчас в этом обновлении на этой карте играть можно, потому что она дико жутко лагает. Она супер не оптимизирована, поэтому, блин, нужно будет разработчику этого приватного сервера сказать, чтобы он, конечно же, это исправил. Поэтому я сейчас эту карту вам, ну никак спокойно не покажу, потому что, ну, у меня сейчас где-то FPS максимум, ну, пять. Ну и поэтому прямо сейчас я вам предлагаю приступить к другой карте. Давайте также зайдем в офлайн и здесь есть новая карта Таун 2. Вот эта карта вышла, как по мне, уже намного интереснее. Кстати, смотрите, здесь добавили тени, теперь у нас есть вот такая тень, но вот этот меч так до сих пор не пофиксили, потому что, ну, у него до сих пор нет никакой анимации при ударе. Вот эта карта, насколько я понимаю, она уже реально интересная, она очень большая. И если мы вот так вот подлетим, то мы можем видеть то, что карта реально достойных размеров и выглядит она реально очень качественно, детализировано и очень-таки красиво. Здесь мы, в общем-то, видим всякие поезда, дома и в целом обычный реально красивый город, а также вокруг этого города расположен, ну, вот такой вот классный большой пляж. Ну, точнее море, ну и, кстати, пляж, да, на этой карте тоже есть. Ну и, в общем, эта карта получилась больше как похоже на какой-то сити или же небольшой городок, который, ну, реально очень прикольный. Кстати, смотрите, у всех абсолютно объектов есть тени, я считаю, это реально очень проработано и детализировано, потому что в нашем Чикенгане, опять же, такого нету. И вот эта карта уже оптимизирована реально намного лучше, чем предыдущая карта шоп, на которой мы даже не смогли толком-то поиграть. Ну, а вот эта карта чисто создана для стендофферов, потому что те, кто играл в стендофф, они точно вспомнят эту карту. Эта карта называется Арена, но она перенесена в этот приватный сервер Чикенгана. Вот, кстати, даже есть вот такой вот челик из стендоффа. Карта даже не сделана под Чикенган, эта карта, потому что абсолютно перенесена из самой игры Стендофф 2 в этот приватный сервер. И поэтому, ну, так вот прикольно и интересно мы можем в Чикенгане в целом-то побегать и посмотреть эту карту повнимательнее или как-то узнать ее по-новому. Ну и тоже, я считаю, это очень прикольная задумка переносить из других игр карты к нам сюда в Чикенган. Ну, хоть и не в основной, но тоже таки неплохо. Потому что, как по мне, идея реально очень отличная и, опять же, повторюсь, эта карта тоже не лагает, как и карта шоп, которая, блин, вообще на ней, ну, согласитесь, ну просто нереально играть с 5 фпс. Но я уверен, что когда эта версия релизнится уже для всех игроков, все эти ошибки будут устранены и по фикшену. Ну и переходим к последней новой карте. Последняя новая карта называется Грасс, но лично я не понял вообще прикола этой карты, потому что здесь есть вот такие вот две ямы, которые содержат в себе туннель. Ну, если вы войдете вот в эту яму, то выйдете из этой или же наоборот. И все, больше карта ничего в себе не держит, она просто какая-то зеленая со стенами. Лично я этого прикола этой карты не понял, возможно, тут есть какие-то пасхалки, но лично я пока что еще ничего не искал. Если вы что-то найдете, то обязательно напишите в комментарии. Также есть новые предметы и вроде как их даже очень много. Так, это я, блин, не знаю, что поставил. Так, еще раз. И да, смотрите, здесь у нас есть реально очень много новых предметов. Например, вот такой вот снеговик, которого в Чикенгане у нас вроде как нету, если я не ошибаюсь, или есть. Но вообще в припадке он тоже появился. Также у нас есть вот такой вот какой-то огромный дом, кстати, который, он реально огромный, в Чикенгане такого точно нету. Потом вот такой вот игровой автомат, тоже очень прикольно, детализировано. Там есть реальные игрушки, которые, конечно же, по факту можно вывести, но автомат, конечно, не так работает. Но просто сама детализация автомата реально очень-таки крутая. Ну и также еще очень много разных предметов есть тут в этом обновлении, когда версия релизнится. Я думаю, вы сами все сможете посмотреть, построить и, в принципе, оценить детализацию и качество этих новых объектов. И, кстати, я сначала не заметил, но оказывается, здесь из новых оружий появилась вот такая вот новая винтовка. Поэтому это тоже как плюс к новому обновлению в этом приватном сервере. Ну а если вы хотите поиграть тоже, как и я на этом приватном сервере, то переходите в телеграм-канал по ссылке в описании, прям по первой ссылке. Потому что именно только там вы сможете скачать этот приватный сервер и так же абсолютно, как я сейчас играю для вас на видео, только вы сами сможете спокойно поиграть, построить и побегать по всем режимам и картам. И, кстати говоря, сразу о режимах, если вы зайдете вот так вот в серверс и создадите игру, то у вас здесь появится новый режим TNT Run. Это совершенно новый режим тоже для этого обновления 006. И давайте мы сейчас посмотрим, что это за режим. Ну, точнее, наверное, посмотреть мы с вами особо не сможем, потому что здесь конкретно для этого режима нужны игроки, чтобы этот режим запустился и вы смогли реально нормально поиграть. Но этот режим был перенесен из Майнкрафта и как только на этой карте будет несколько игроков, пол начнет с каждым шагом обваливаться и вам нужно будет выжить в этой всей потасовке. Лично я в такой режим уже играл и хочу вам сказать, что этот режим реально интересный и он немножечко про скилл и про везение. Но я думаю, если вы немного потренируетесь, то у вас будет реально очень крутой скилл в этом режиме и вы, в принципе, нагнете всех. Смотри еще это видео, которое вылезло у тебя на экране, потому что оно тоже очень крутое и я над ним реально старался. Ставь лайк, подписывайся на канал, жми на колокольчик. Ну, а с вами был я, Халар, до скорых роликов и всем пока!